Мысли вслух Я не знаю РЕН-ТВ прекрати, что вы делаете Остановитесь Сейчас вот будет Вот такой вот сюжет показал телеканал РЕН-ТВ Мы уже говорили, что действия, которые оказывают на людей ананасы Зависит от формы чешуек Изображенного на них рисунка А теперь внимательно рассмотрим чешуйки Одного из популярных сортов ананаса Некоторые видят на них символ сатанистов Пентаграмму А если приглядеться На ананасе можно обнаружить и самого падшего ангела Страшно представить, какую информацию передают человечеству такие ананасы Я не знаю, вот как они вот так вот делают Это что, наверное, следующий заголовок будет и следующая программа Мы раскрыли секрет революции Помните такое стихотворение? Ешь ананасов, рябчиков жуй Час твой последний приходит буржуй Получается, революция произошла, потому что буржуй ели ананасы И вы как-нибудь, я не знаю, и рантивишники не записываете Но вообще печально, конечно, что это рассказывают по телевизору на серьезных щах Потому что все равно есть люди, которые очень наивные И которые вот такие вот рассказы воспринимают почему-то серьезно Но воспринимают же некоторые серьезно, например, про плоскую землю Мои наблюдения и мои собственные сегодняшние уже Моя эрудиция и мое знание вопроса не позволяют мне утверждать, что земля является шаром Но я не знаю, какая форма земли Я просто знаю то место, в котором мы с вами стоим, оно плоское И взрослые ведь люди И ведь не даром же в священном писании сказано, что отец лжи дьявол То есть ложь, она, видите, как обладает какой-то такой притягательностью И даже если это ложь, но абсолютно полный бред, то находятся люди, которые в этот бред верят Может быть помните этот пример-то из 90-х, да, когда какая-то передача была И ведущий утверждал, что Ленин он грипп, но не только грипп, но и радиоволна Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать Если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора Мухомор тоже обладает личностью А внутри одной персоны не может существовать две личности И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы То они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняет в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну. И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровершимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были употребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. И потом люди на телевидении реально звонили, спрашивали, а что это правда, действительно ли это так. То есть одним из последствий грехопадений стало то, что ложь стала для людей притягательной. И они готовы в нее верить, даже в самую бредовую ложь. Ну а Господь есть свет, и нет в нем тьмы. То есть поэтому мы, верующие люди, лжи должны избегать. Да, мы иногда встречаем такое понятие, как ложь во благо, но это не оправдание лжи. То есть дело в том, что во взрослой жизни все несколько сложнее. Это в детстве все просто. Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Во взрослой жизни несколько сложнее. Есть хорошо, есть лучше, есть плохо, есть хуже. И вот иногда бывает у людей возникает ситуация, что из двух зол приходится выбрать меньшее. И вот, например, ложь будет меньшим грехом, чем предательство. Вот, скажем, представим ситуацию. Бегает человек от бандитов и сбегает к вам, говорит, слушай, спрячь меня. Ну, говорит, залазь под кровать. Прибегают бандиты. Спрашивают, где такой-то, такой-то. Он говорит, а вон туда, дальше по лестнице побежал. Вы соврали? Соврали. Но этим самым избежали предательства, да, спасли человека. А если бы сказали правду, то человек бы пострадал. То есть вот эта ситуация, когда, ну, ложь, по крайней мере, можно понять. Но тем не менее, все равно ложь. Отец лжи дьявол. То есть поэтому человек, даже когда во благо соврал, я думаю, что ему все равно надо упомянуть об этом на исповеди, попросить Бога прощения за то, что он не нашел тот вариант, когда можно было бы и этого греха тоже избежать. То есть потому что часто мы можем избежать и лжи тоже. То есть просто нам лень думать, мы там, а, там соврем, чтобы человека не обидеть. Ну, можно как-нибудь, может быть, лучше было, например, промолчать, чем врать, да. Или, может, еще какой-то вариант придумать. То есть поэтому ложь – это всегда плохо. И она может быть отчасти оправдана только тогда, когда человек употребляет ложь для того, чтобы избежать еще большего греха. Только так. Так что будем стараться, чтобы лжи в нашей жизни было поменьше. А еще лучше не было бы совсем. С вами был иеромонах Александр Митрофанов. Подписывайтесь. До встречи в эфире. С вами был Игорь Негода.